Всем привет! Решил я вас побаловать сладеньким. Конец апреля и начало мая. Это сезон для ревеня, из которого я сегодня и приготовлю пирог. Пирог кисло-сладкий. Так что пользуйтесь случаем и пеките его именно сейчас. Я всегда говорил, что к выпечке нужно относиться серьезно. То есть, здесь не так как в приготовлении обычной пищи. Если здесь у меня как у повара, если что-то не получается, я могу всегда подкорректировать. Но вот если печешь, если у тебя что-то не получается, то как правило это уходит в помойку. Но я не совсем об этом. Я уже попробовал этот пирог и кое-что лично мне не нравится. Но это лично мне. Моя супруга была очень довольна. Я оставлю под видео два рецепта. Один, по которому я приготовил и второй рецепт, по которому бы я приготовил. Эти поправки вы увидите в процессе просматривания видео. В принципе ничего сложного. Пирог несложный, поэтому мы его забабахаем на раз-два. Для начала раскатаю песочное тесто. Как готовится песочное тесто, вы найдете в инфокарте в правом верхнем углу или под видео. Ссылку оставлю. Тесто у меня уже готово сразу с холодильника. Работать с песочным тестом нужно быстро, чтобы масло не успело взять температуру. Тогда оно у нас будет хорошо податливым. Так, ну применяю я вот такой вот крюк. Помещаю тесто между двумя листами пекарской бумаги и раскатываю его. Да, я сразу включаю духовку на 180 градусов вверх-вниз без обдува. Тесто всегда раскатываю от середины. Размер моей формы, в которую я буду выпекать 26 сантиметров. Ну вот я примеряю. Так, ну на диаметр 26 сантиметров я уже раскатал. Но так как у нас еще будут борта, то я раскатаю еще на 3 сантиметра. Так, ну я возьму метр. Еще чуть-чуть. Примерно мне нужно 33 сантиметра. Все, этого будет достаточно. Беру вилочку. Это мы делаем для того, чтобы тесто не пришло на ум подняться. Ну вот эту всю лишнюю часть я обрезаю. Она мне не нужна. Вся эта лишняя бумага. Вот он мой диаметр. Я даже продавлю немного. Ну и делаю ножницами вот такие вот надрезы. Вот до этой кромки, не дальше. Готово. Так, ну и отправляю тесто в форму. Мне не понравилась работа с силиконовой формы. Во-первых, она плохо прогревается. Один недостаток. Второй недостаток. В ней слишком долго остывает. И третий недостаток. Я не могу вытащить пирог из этой силиконовой формы, пока он полностью не остынет. Поэтому я предпочитаю для такого пирога лучше вот такую разъемную форму. Это очень удобно. Ну все, что лишнее, я убираю. Я эти кусочки теста затем могу добавить в крошку, которую я буду делать к этому пирогу. Форма готова. В немецком языке есть такое слово, как блинтбакен, что означает печь слепую. К сожалению, я не знаю, как она называется по-русски. Если вы знаете, подскажите мне. А делается это следующим образом. При выпекании такого сдобного пирога, лично я бы не стал доводить тесто до полуготовности. У меня не стоит цель, чтобы оно у меня было хрустящее. Будет достаточно того, что я тесто приготовлю, распределю его по форме и отправлю обратно в холодильник, чтобы оно у меня было холодное. И как у меня все ингредиенты будут готовы, распределить и выпекать за один раз. При температуре 160 градусов, минут 50, можно с конвекцией, то есть не совершать лишнее телодвижение. А по посыпке будет видно, подрумянился пирог или нет. Если нет, добавить температуру и все. Помещаю пекарскую бумагу в нашу форму. Ну и высыпаем либо рис, либо горох, то есть то, что вам не особо дорого, чего бы вы могли лишиться. Это нужно для того, чтобы при выпекании наше тесто с бортов не опало, а осталось именно так, как оно есть. Ну вот эту лишнюю часть я всю срезаю, чтобы она нам не мешала. И отправляю в духовку, она уже разогрелась на 180 градусов, вверх-вниз. Пока корж выпекается, мы займемся пудингом. Есть некоторые вещи, которые я не особо делаю, чтобы сэкономить время. К этому относится пудинг. Это готовый порошок, он стоит копейки, его проще купить в магазине и приготовить. А делается следующее. Я, чтобы молоко не пригорало, всегда добавляю в сотейник немного кипяченой воды. Видите, она видна. Так, с пол литра молока я выливаю не все, я одну часть оставляю. Ну скажем так, 300 миллилитров я залил, а 200 я оставил. Жду пока закипит. Да, если у вас есть ваниль, можете добавить немного ванили. Так, ну а пудинг отправляю в чашку, добавляю 40 грамм сахару и оставшееся молоко. И тщательно перемешиваю, чтобы все комочки у меня растворились. Переливаю массу обратно в длинный стакан, так мне просто будет удобней вливать ее. Молоко начинает закипать, я вливаю тоненькой струечкой растворенную массу. При этом молоко я помешиваю венчиком. Дам закипеть и немного поварю, буквально минутку. Не забывайте время от времени помешивать, потому что крахмал может пригореть. Коржу осталось выпекаться 10 минут, обдув я выключил. Так, ну вот масса уже начинает густеть, это прекрасно видно. Пудинг готов. Накрываю его пищевой пленкой, помогая немного полотенцем, чтобы она плотно подошла к пудингу. Чтобы не образовалась корочка. И чтобы ускорить весь процесс, я просто поставлю в кастрюлю с холодной водой, которая будет охлаждать мне дно сотейника. Ну естественно не на плите, не на горячей плите. А мы в это время займемся ревенем. Я включил духовку еще на 10 минут и увеличил температуру до 200 градусов. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Ревень я тщательно помыл. Вот эти части мы обрезаем. Сразу разрежу пополам, чтобы было проще работать. И очищаю его следующим образом. Вот так с краю захватываю ножом и снимаю кожицу. Так аккуратненько с внутренней стороны подхватываем. Все готово. Ну и нарезаем вот на такие небольшие кусочки. Миллиметров 8-10 ширина. Всего ревеня мне понадобилось 500 грамм чистого веса. Ну как по моему вкусу, я бы еще 100 грамм ревеня добавил бы. Его в принципе хватало, но вот мне вот еще немножечко не хватило. Ну вот так вот выглядит наш корж. В общей сложности корж у меня пробовал в духовке при 180 градусов с конвекцией 10 минут. При 180 без конвекции еще 10 минут. И 10 минут 200 градусов без конвекции. В общей сложности полчаса. Пока убираю его в сторону, чтобы он охлаждался. Значит, следующим шагом я подготовлю ревень. Я сварю сахарный сироп и в нем я отбланширую ревень. Здесь бы я ревень не бланшировал в сахаре. То время, что он будет находиться в духовке, ему хватит, чтобы приготовиться. Это один момент. Второй момент. В этом пироге уже столько сахара, что делать ревень еще слаще не стоит. Вот мне как раз не хватило той кислинки. Вот буквально чуть-чуть. Этот сахарный сироп сгладил кислинку ревеня немного больше, чем хотелось бы. Примите это во внимание. В кастрюлю я отправил сахар, залил холодной водой и буду готовить сироп до полного растворения сахара. Затем в этом сиропе я буду бланшировать мой ревень. Сироп закипел. Дам ему покипеть буквально минутку и отправлю сюда весь ревень. Бланшировать я его буду ровно три минуты. Можно накрыть крышкой. Осталось приготовить только посыпку. Для этого нам понадобится холодное масло, которое я уже натер на терке. Сахар. И мука. Вот уже мука начинает соединяться с маслом. Это как раз то, что нам и нужно. Так, здесь делаем аккуратненько. Сильно уже не мнем. Все, посыпка готова у меня. Я начинаю собирать пирог. Пудинг у меня подостыл. Если он даже будет у вас немного теплый, ничего страшного. Так, отправляю ревень. Так, ну и распределяю посыпку. 180 градусов вверх-вниз без конвекции. Для начала на 25 минут. Вот в этом среднем положении. Так, пирог я переместил с середины чуть-чуть ниже. Потому что он уже начинает подрумяниваться. Ну вот уже, наверное, видно. Поэтому я хочу его еще немного подержать в духовке. Потому что отстаточное время у меня осталось 5 минут. Пирог по истечении 35 минут пребывания в духовке при температуре 180 градусов тоже готов. И даю ему полностью остыть. Пирог остыл. Я могу его теперь свободно извлечь из формы. Ну и теперь его нужно будет нарезать. Ну выглядит вполне достойно для первого раза. Ну что, делаем разрез. Смотрим. Ну, красота да и только. Все, переношу на тарелку. Готово. Ну что, давайте попробуем на вкус. Так, ну форма стабильная. Все отлично. А ничего. Неплохой вариант. Вполне. Так, ну ревень не такой уж и кислый в данном варианте. То есть я могу с уверенностью заявить, что бланшировать его в сахарном сиропе не нужно. Готовить так, как он есть. Потому что, в принципе, сахара у нас хватает. В самом тесте и в посыпке. Ну и в пудинге тоже. Ну вот, друзья. Я надеюсь, вы что-то новенькое для себя опять подчеркнули. Если видео зашло, вы сами знаете, что делать. Если нет, вы опять же знаете, что вам делать. А я на этом с вами прощаюсь и до новых видео.